Дорогие друзья, мы продолжаем. Поломка на трассе в зимний период очень опасная ситуация. Она может застать не только неопытных новичков, но и довольно-таки опытных водителей. Как не замерзнуть на трассе, сегодня на эту тему мы беседуем с нашей гостьей. Ксения Александровна Рахматулина, руководитель пресс-службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Сахай. Доброе утро, Ксения. Доброе утро. Так что же надо делать человеку, чтобы не замерзнуть в первую очередь? В первую очередь, чтобы не замерзнуть, нужно обязательно двигаться. Соответственно, обязательно одевать головной убор, потому что 30% тепла теряется при непокрытой голове от всего тела. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, ведь это ведет к расширению сосудов, соответственно, теплоотдача становится выше. Вот. Использовать для обогрева, если есть возможность, это магазины, какие-то точки, теплые остановки, подъезды жилых домов, то есть любое помещение, да, или здание, или сооружение, которое находится в ближайшей доступности, вот, использовать его для обогрева. Если есть возможности, конечно. А что необходимо, ну, взять с собой, вот? В первую очередь, отправляясь на маршрут, необходимо сообщить родственникам или же близким, друзьям, да, кому вы направляетесь, если это дальняя дорога, свой приблизительный маршрут, если есть места остановок, да, а также ориентировочное время прибытия. Это может быть 2-3 часа, чтобы люди ориентировались, через сколько вы должны прибыть, в случае, если нету доступа связи. Вот. На дороге может произойти разное, вот, особенности нашего региона в том, что не везде сеть доступна. Но при этом не стоит забывать, что с собой всегда должны быть средства связи. Это может быть, как мобильный телефон, это может быть радиостанция, да, это касаемо отдаленных районов, если же мы говорим об этом. Также зарядные устройства, аккумуляторы. На очень дальний путь необходимо взять с собой запас продуктов. Лучше взять запас на несколько суток. Спички, фонарики, также комплект теплой одежды. Это, ну, в первую очередь, что необходимо с собой брать в дальнюю дорогу. Ну, мы часто видим даже по телевизору, да, в фильмах, как человек на холоде начинает снимать верхнюю одежду, да, то есть он как-то пытается согреть свои конечности, да, правильно ли это? Ну, это в зависимости от ситуации. То есть следует помнить, что все-таки, если обморожение человеку не удалось избежать, то есть раздеваться и предпринимать, да, первую помощь оказания себе, да, или кому-либо, это следует делать в теплом помещении. Если мы говорим о конечностях, их необходимо растереть сухой, мягкой тканью. То есть ткань не должна быть грубой. Вы можете повредить эпидермис. Соответственно, если есть возможность поднести конечность к теплой воде, если это проточная, то постепенно, в первую очередь следует помнить, что постепенно нужно увеличивать температуру воды. Нельзя сразу опускать конечность в горячую воду. С теплой и постепенно до 40-45 градусов. Если же человек начинает чувствовать, и к нему возвращается чувствительность кожи, да, уже можно обтереть сухой, также мягкой тканью, не нарушая эпидермис, и одеть одежду. То есть если это руки-ноги, носки, перчатки. И по возможности, конечно, обратиться в медицинское учреждение. Ну, а если все-таки случилась такая непредвиденная ситуация, человек попал в экстремальные условия, остановка на трассе, глухая трасса, лес. Рядом не остановок, не ближайших пунктов каких-либо, да? Да, какие первые действия человека должны быть? Если остановились на трассе, то есть это может быть незапланированная или аварийная остановка, с периодичностью в несколько минут подавать короткий сигнал гудки. То есть водители все знают, что если это же короткие гудки, значит что-то произошло с машиной. Не стоит выходить из автомобильного средства. Двигатель должен оставаться включенным. Только необходимо приоткрыть стекло. Это создаст вентиляцию в транспортном средстве, а также предотвращение от отравления угарным газом. Машину стоит ставить против направления ветра. Ксения, огромное спасибо, что пришли к нам этим утром и ответили на наши вопросы. Я очень надеюсь, что они пригодятся нашим телезрителям и будет меньше обморожения. У нас реклама.